Я буду предельно краткой. Значит, никакой реформы не существует. Существует имитация. И не будет никакой реформы в нынешней ситуации. Она невозможна. Значит, идет откровенная пропаганда мусоросжигания с нарушением федерального закона 89-го. Полностью разрушена система приоритетов в обращении с отходами. Она развалена. Развалена она на уровне олигархического феодализма нашей власти. И ничего другого нет. И пока не предвидится, к сожалению. Значит, реформа сведена к коррупционным назначениям региональных операторов. Во-первых, к повышению тарифов за вывоз треорных коммунальных отходов. И при неоказании никаких услуг. То есть тарифы повышены, услуг никаких не оказывается. Значит, то, что нам называют переработкой. Ничего нет. Комплексы по переработке отходов. Это огромный полигон на 80 гектаров. Прием 12 гектаров заняты псевдосортировкой, которая отсортирует максимум 9%. При том, что у нас нет раздельного сбора отходов в домохозяйстве. И после этого там ставится какая-нибудь небольшая ванна, так называемая, для компостирования, для отвода глаз. И еще мусоросжигательный модуль. Вот что такое переработка в нашей стране. Это надо запретить и прекратить на государственном уровне. И прошу внести в резолюцию, что такие комплексы по переработке отходов должны быть запрещены официально в России. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, что касается тех результатов, которые мы получили. Вот результаты за год. Пожалуйста, ШИЕС. Что мы получили? Мы получили, что при отсутствии нормального здравого подхода, при том, что Москва отказалась от введения раздельного сбора, на три года взяла себе отсрочку. Вчера как будто бы в прессе появилась информация, позавчера точнее, что правительство все-таки приняло решение под давлением общественности о том, что оно будет в Москве вводить раздельный сбор отходов. Ну, слава богу, проснулись. Но для этого 30 тысяч человек должны были выйти в ШИЕСе. Вы понимаете, что творится? Потом нам говорят, политизация протестов, конечно, она неизбежна. Но если так решать вопросы, ну будет политизация. Люди, очнитесь и опомнитесь и прекратите беспредел. Это главный тезис, который должен во всем. Он на всех уровнях, на всех. И нет других уровней, к сожалению. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот, пожалуйста, как выглядит у нас ситуация с отходами во всех регионах. Во всех регионах. И по-другому ничего нету. Все остальное имитация. Следующий слайд, пожалуйста. Он главный. Правовые аспекты. Что мы поимели? Значит, у нас есть закон о государственной, экологической и общественной экологической экспертизе. Обе экспертизы должны получать равное количество, полное документации по проектам разных объектов обращения с отходами. Мы где видели, чтобы хоть одна общественная экологическая экспертиза, не аффилированная с застройщиками или рекультиваторами полигонов, получила документацию? Ни одна не получила. Идут суды. Все суды выиграны. Все суды выиграны по предоставлению документации. Но идет нарушение конституции. Нигде не выполнено решение судов. Верховный суд по Воскресенску постановил выполнить решение суда первой инстанции, выдать проектную документацию. Но застройщик, это компания РТ Инвест и АГК-1, они не выдают эту документацию. У нас нет конституции. Я хочу спросить у Валерия Федоровича. Мы можем обратиться к гаранту. Когда будет выполнена конституция? Вот сегодня прямая линия. Гарант, пожалуйста, скажите. Когда будет предоставлена проектная документация по заводам, чтобы была произведена независимая экспертиза? И больше так продолжаться не может. Потому что феодальная олигархия должна закончиться в этой стране. Иначе мы получим не один шиес, а этих шиесов будет 200 тысяч шиесов. Следующий, пожалуйста. Покажите, как проходит слушание. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, слушания, которые проходили, у нас называются общественными. Не переключается? Пожалуйста. Вот у нас проходили общественные слушания по мусоросжигательному заводу в Тимохово. Нагнанные бойцы клубов боксерских, которые избивали активистов и местное население на входе и не давали пройти экспертам. Посмотрите, какие люди пришли на слушание. И потом нам говорят, слушания прошли и состоялись. Решение положительное. И продолжают строить заводы. Следующий слайд, пожалуйста. А вот что нам проталкивают в новых доступных технологиях. Люди сопротивляются. Везде стоят с пикетами, массовыми митингами. Кто слышит? Никто не слышит. Валерий Федорович, я прошу, чтобы услышан был протест. Иначе невозможно. Этот протест еще не перешел. Не везде перешел в политический. Но он перейдет. И невозможно, что люди экологическую повестку выживания населения переносят на свою жизнь. Люди не выживут в такой ситуации. Мы слышали выступления экспертов. Мы должны вмешаться немедленно. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один заход наших олигархов. Все пустить на РДФ топливо. Это еще одна псевдоистория. Каким образом можно переработку перевернуть с ног на голову. Что такое РДФ топливо? Это сжигание с черного хода. Это когда берется ваш несортированный мусор. А у нас нет сортировки. Просто измельчается, пилетируется. А потом еще и будет сжигаться на цементных заводах. Которые не имеют даже той очистки, которая существует на мусоросжигательных. А еще хуже. Они могут в котельных сжигаться, как сейчас предлагают некоторые дельцы. Это будет вообще катастрофа. Этого допустить нельзя. РДФ топлива нельзя заводить на территорию России в том виде, в котором это предлагается. Следующий слайд, пожалуйста. А теперь те предложения, которые мы высказываем. Значит, они все будут поданы в резолюцию. Мы надеемся, что войдут. Первое. Результаты независимых экспертиз, которые были проведены по заводам. Мы их провели. И разными организациями общественными. Только пытаются признать, что они недействительные. Их надо признать. Потому что эти независимые экспертизы четко продемонстрировали. Заводы строить нельзя. Они опасны. Они несут непоправимый экологический ущерб. Как здоровью населения, так и экологии. Вообще всему сельскому хозяйству. Мы должны потребовать от РТИ Инвест все документы, согласно законодательству Российской Федерации, передать для проведения общественных экологических экспертиз. Это важнейшая вещь. Иначе Конституции нет. Где мы живем? Значит, нет государства, если нет Конституции. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, мы должны продвигать идеологию разумного потребления, снижение использования всех этих пластиков. Соответственно, конечно же, для нас... Вот, кстати, здесь я показала вам, что такое РДФ топлива. Прошу пролистнуть несколько слайдов. Вперед. Значит, вот здесь остановимся. Значит, одно из наших требований – это ввести целевые показатели по раздельному сбору. Пока они не будут введены, ничего не получится. И первый, кто должен делать это... Следующий слайд, пожалуйста. Это Москва. Вот вы видите, как выглядит сейчас стратегия раздельного сбора в Москве. Вот она как бы на правой картинке хорошо приведена. Мы понимаем, что это такое. Пока Москва не начнет разделять отходы цивилизованно, ничего не получится. Потому что мы будем заваливать Подмосковье и все остальные регионы. А москвичи, которые жируют здесь, должны задуматься о том, что от них сейчас зависит. Должны иметь какую-то социальную, экологическую ответственность. Мы отвечаем за то, что мы производим. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, должен быть принят в Московской городской думе закон об обязательном раздельном сборе на уровне домохозяйств. Иначе не получится. Мэрия должна издать приказ немедленно об введении раздельного сбора, который будет обязывать каждую управу выделить место под контейнерную площадку. Управляющая компания должна оборудовать контейнерную площадку, то есть застроить ее. А региональный оператор в контракте должен иметь обязательный пункт об установке контейнеров и вывозе этих контейнеров. И, разумеется, это не должно влиять на тариф, потому что это просто недопустимо. Уже здесь говорилось о том, что тариф... Сортировка на месте – это пункт, который идет после домохозяйства, следующий. И он тоже, конечно, является обязательным. Только эту сортировку нельзя строить там, где люди проживают прям непосредственной близости. Вот, например, сортировка, которую засовывают в Некрасовку. Какая-то сортировка. Да нет там сортировки. Они тупо скипуют все, весь несортированный мусор. Люди будут страдать еще и от дополнительного объекта, который будет иметь 500 тысяч тонн в год. У них уже есть Некрасовский полигон, мусоросжигательный завод, Кучинский полигон. Нет, давайте этим людям... Не на Рублевку, нет. Этим людям давайте засунем еще один объект. Им же мало. А там, между прочим, находятся детские дома. Там находится огромное количество людей, которые выселяются по реновации. Там находятся многодетные семьи, там социальное жилье. Так что это просто преступление перед своим народом, то, что мы видим. Ну и, разумеется, мы должны понимать... Следующий слайд, пожалуйста. Значит, мы должны все понимать, что та война, которую сейчас ведут с нами олигархи, в частности, против нас, были организованы несколько фейковых и документальных всевозможных сфабрикованных репортажей, в том числе федеральными газетами, которые заказаны лично Андреем Шипеловым. И эти фейковые репортажи снимали журналисты. Павел Мельников, например. Это государственная компания ВГТРК. Это говорит о чем? О том, что этот коррупционный механизм и эта война людям объявлена на государственном уровне. И это нужно прекратить. Нужно услышать уже, наконец, голос здравого смысла и прекратить войну с собственным населением. Поэтому мы просим все наши конкретные предложения внести непосредственно в резолюцию, чтобы прежде всего начать. Давайте начнем с общественных экологических экспертиз, с изменения этих ужасных проектов, в том числе по рекультивации, которые производятся назначениями, а не выбором методик. Мы же уже поняли, как производится на коррупционном уровне любые работы с любыми объектами обращения с отходами. Поэтому я всем желаю сохранять, а, пытаться в нынешней ситуации сохранять хладокровие, но не опускать рук и борьбу продолжать, иначе они нас сомнут. Спасибо.